Здравствуйте! К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос, как правильно с пользой для души провести великие дни Страстной Седмицы. Вообще каждый день Страстной Седмицы, он настолько велик, значим, глубок и важен, что лучше, начиная со среды вечера, по возможности посещать все богослужения. В четверг, напомню, с утра, воспоминания о Тайной Вечере. В четверг вечером совершается утренняя Великого Пятка, или, как мы ее знаем, служба 12 Евангелий, где последовательно читаются 12 отрывков из Евангелий, Страстных Евангелий, рассказывающих о страстях, то есть о страдании Христово, моего последней молитвы с учениками, так называемой первосвященнической молитвой, которая для нас осталась в Евангелии от Иоанна, о его молитве в Гефсиманском саду до кровавого пота, о его аресте, о его мучениях, о его осуждении первосвященниками и затем Пилатом, о его распятии и о его снятии за креста. Вот христианин в эти дни вместе со Христом переживает его страсти. Что можно делать вместо этого? Ничего. Конечно, если мы любим Христа, мы рядом с Ним. В пятницу с утра божественной литургии не служится, потому что каждая литургия — это проповедь воскресения Христова. В пятницу по человечеству Иисус Христос был мертв. Он сошел в аад. Поэтому литургия в этот день служиться не может. В этот день служатся так называемые царские часы, когда еще раз читаются страстные Евангелия. Затем обычно днем служатся вечерние, за которые выносится плащаница. Это такая уникальная икона, которая изображает положение во гроб бездыханное тело Иисуса Христа, которое кладется на специальном постаменте и осуществляется ему поклонение. Читается удивительный, пронзительный совершенно по боли, которая передана, так называемый канон на плач Богородицы, когда церковь словами Божьей Матери взывает к Господу. «Где древнее благовещение? Господи?» — Матерь Божия спрашивает. И мы погружаемся, насколько это возможно для человека, в ту страсть, то страдание Матери Божией, когда исполняются слова Семена Богоприимца, «И тебе самой оружие пройдет душу». И, говоря светским языком, мы только пытаемся посмотреть на то, что она пережила, потому что мы переживаем смерть своих близких и много матерей, потерявших своих детей за историю человечества. Но никто никогда не терял в такой страшной смерти, в такой страшной казни безгрешного сына, который не сделал ни одного греха. И мы можем вспомнить слова Анны Андреевны Ахматовой. Она обратилась с молитвой за опытом преодоления, если хотите, к Матери Божией, когда она ходила навещать, и навещать нельзя было передавать посылки своему сыну Льву Николаевичу Гумилеву во кресты. И написала свой великий цикл стихотворения «Реквием». «Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменела, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел». То есть человеку даже невозможно понять. И вот мы рядом с Матерью Божией, перед гробом, куда полагается снятое тело ее божественного сына. В субботу вечером совершается утренний Великой Субботы. Она часто очень называется чином погребения. Это не так. Это не погребение. Это литургическое изображение сошествия Христа во ад. И там читается 17-я кофизма, как кофизма погребения. Она читается на отпевании каждого человека. Мы надеемся, что и над нами она будет читаться. И между стихами этой кофизмы священнослужители читают древние и очень глубокие стихи, которые помогают нам еще глубже взглянуть на то, что происходит. Сшествие с плаченицей вокруг храма в пятницу вечером как раз изображает собой сшествие Христового ад. И затем начинаются уже быть слышными первые звоночки воскресения Христова. Читается отрывок из книги пророка Иезекииля о видении воскрешения мертвых костей, которые составляются в скелеты, обрастают плотью, и в них возвращается дух жизни, и это символ воскресения Израиля и всей Церкви, всего человечества. Утром в Великую Субботу, после Великой Пятницы, утром в Великую Субботу, также очень длинные чтения из пророчеств о воскресении Христовом, эти чтения совершались в храме, пока над прошедшими оглашения людьми совершалось Таинство Крещения, которое почти всегда совершалось в Великую Субботу, или накануне Рождества и Богоявления. Так вот, в память об этом остался и апостол, который читается в этот день, белые ризы, в которые переоблачаются священнослужители, алтарь во время вечерни, который предваряет литургию Василия Великого, в Великую Субботу. И за этой службой тоже все христиане стараются причаститься телу и крови Христовых. А потом начинается то, что для многих людей стало, к сожалению, самым главным. Да, освящение куличей, Пасх, яиц. Но из всего того богатства, красоты, глубины, великолепия, которые есть в дни, предваряющие Пасху, и в само пасхальное торжество, это совершенно крошечное, очень малозначимое освященно действие. Поэтому для того, чтобы не ошибиться, надо приходить на эти службы и, конечно, надо прийти на пасхальное богослужение. Хоть на какое-то время, если вы никогда не ходили, придите хотя бы на крестный ход. Постойте в храме после крестного хода какое-то время, посмотрите на лица людей, которые ждали этого целый год и которые готовились с Великим постом. Если вы никогда не готовились и не поститесь, просто позавидуйте тому свету, той радости, которую вы видите на лицах этих людей, потому что, да, Господь принимает всех в Пасху. И мы читаем огласительное слово Иоанна Златоуста, где он говорит, придите и постившиеся, и не постившиеся. Но тот, кто постился, усиленно молился, ходил на богослужение, он получает больше даров, он больше готов. Поэтому та радость, которую христианин, живущий литургической, молитвенной жизнью, получает на Пасху, она для нас несравнима ни с чем. Мы живем от пасхального богослужения до пасхального богослужения. Это вершина нашего года христианского. Это, наверное, сравнимо с тем ощущением, когда альпинист после годовой подготовки поднимается на какую-то великую вершину. Вот, может быть, это только сравнение годится. Потому что действительно мы... такое ощущение, что, как сказал мне один священник, мой знакомый, благодать можно резать ножом и мазать на хлеб. Вот, как это передать людям, которые это не ощущали, не знаю. Попробуйте подготовиться, еще осталось время, попробуйте попаститься, попробуйте быть на всех службах, останьтесь на пасхальную службу. И я вас уверяю, что если вы будете внимательны и немножко себя понудите и потрудитесь, когда уже через 10 минут вам внутренний голос скажет «Беги отсюда, уходи! Ты не готов, ты не достоин, а вы останетесь до конца, следующий год Великий пост и Пасха пойдет совершенно по-другому. Вы уже захотите быть не с теми, кто дома ждет 12 часов для того, чтобы там вкусить мясо, а с теми, кто в храме ждет причастия тела крови Христовых в его день спасительного воскресения». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.